Строительство жилья и дорог округ ведет преимущественно без отклонения от графика. Об этом на оперативном совещании глава региона сообщила исполняющая обязанности руководителя Департамента строительства ЖКХ, энергетики и транспорта Нинницкого округа Валентина Саутина. Речь идет об объектах капитального строительства, заказчиком которых является округ. Ранее глава региона Александр Цибульский поручил профильному департаменту регулярно докладывать на планерках о текущем состоянии дел на всех стройках региона. На сегодняшний день Центр стройзаказчик контролирует исполнение госконтрактов на строительство и ремонт 40 объектов. Из них 12 являются долгостроями. В своем докладе Валентина Саутина отразила наиболее крупные из объектов строительства жилья и дорог. Строительство участка магистральной дороги монтажников угольная на сегодняшний день ведется в соответствии с графиком. Общая протяженность дороги с участком до улицы Губкина составляет порядка двух километров. Подрядчик продолжает строительство моста, конструкция для которого произведены на окружном заводе ЖБИ Заполярье. Все работы должны быть завершены к ноябрю 2018 года. На сегодняшний день готовность объекта составляет 41%. Основной часть работ планируется провести в летний период. Строительство данного участка позволит снизить нагрузку на дороги поселка Искателей. Аналогичную задачу должна выполнять и строящаяся автодорога в районе школы номер 4. Работы на объекте до сих пор не завершены. Строительство автомобильной дороги по улице Нинецкая на участке Черного-Рыбников в районе 4 школы было приостановлено. В связи с тем, что высокие грунтовые воды необходимо выполнить дополнительные дренажные колодцы. Сейчас 13% выполнения, но работы приостановлены и проектные работы заказаны. По информации окружного профильного департамента завершить работу на данном участке автодороги планируют этим летом. Продолжается строительство двух участков дороги Нарин-Марусинск. Четвертый участок строится с отклонением от графика. Работы должны были быть 30 октября, законченные 17-го года. Выполнение сейчас 94%. Там часть работ не выполнена. Замечания были даны Центрстроюзаказчикам и организации сторонней, которая привлечена на стройконтроль. В июле 18-го года обещают выполнить работы. На третий участок строительства дороги в прошлом году в конце 17-го года поступили нам бюджетные средства федерального бюджета. Цена контракта 2 миллиарда 139 тысяч рублей. Начало работы с 19 декабря 17-го года. Сейчас организация завозит в запасники грунты для того, чтобы в более теплый период уже начинать планировку. Что касается строительства жилья в Ненецком округе, Валентина Саутина сообщила, что в начале апреля планируется сдать три первые секции многоквартирного дома на улице Авиаторов. Сейчас подрядчик выполняет обшивку фасадов и производит внутренние отделочные работы. В целом, по словам руководства профильного департамента по строительству 7-этажного 10-секционного жилого дома, график наверстан. Общая у них в ноябре сдача в этом году, правильный дом, они обещают, что нагонят. Я пытаюсь понять, вот те три секции, которые они должны были сдать еще в прошлом году, они до сих пор не сдали. Когда они в график войдут? Они обещали к 30 марта сдать. Буквально в течение двух недель заявляться будут на госстро-жилнадзор. На контроль. Вы видите, доблестные компании, которые у нас строят. Они должны строить в срок. Значит, пусть ускоряются. В настоящее время, по сообщению Валентины Саутиной, продолжается также строительство двух многоквартирных домов по улице Поморская в поселке Искателей. Их планируют создать в эксплуатацию в августе 2018 года. В эти дни на одном из домов подрядчик приступает к установке кровли. Работа в целом выполнена на 40%. 43 квартиры в них предназначены для расселения очередников поселка.